Это наши деды и прадеды. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память и вспомнить, как говорят историки, несправедливо забытую войну. Депутаты, военнослужащие и просто неравнодушные люди собрались на митинг в Ершово у Стеллы, посвященной погибшим российским воинам в годы Первой мировой войны. Первая мировая стала войной великой, но войной забытой. Учебник истории, который большинство здесь присутствующих, по которым училась, Первая мировая стала подложкой для объяснения причин двух революций в нашей стране и последующей гражданской войне. Война велась между двумя коалициями – Антантой, в которую входили Россия, Великобритания, Франция и блоком центральных держав – Германия, Австро-Венгрия и Болгарии. Численность воюющих армий превысила 37 миллионов человек. Только наших солдат и офицеров было более 15 миллионов. Самые большие потери в кровопролитной войне понесла Российская империя. Минута молчания, возложения цветов, быть причастным к увековечиванию памяти о тех исторических событиях для многих присутствующих было важно. События такие, что и раньше гибли наши солдаты, и сейчас они гибнут. Гибнут они за Россию. И как бы, ну ощущается не то, что это прошло 110 лет, а как будто это было вчера. Человек, не помнящий своей истории, не имеет будущего, мы все это знаем. И сегодня, как никогда, очень важно эту историю помнить, передавать ее из поколения в поколение. И я очень рад, что на территории сельского поселения Яршовская всегда традиционно эту память несут сквозь года. Первая мировая война продолжалась 1568 дней. Для России она закончилась 3 марта 1918 года заключением Брестского мира. Человеческие потери стран-участниц составили более 9,5 миллионов убитых и свыше 20 миллионов раненых. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.